У машины, которая привезла еду, сразу выстраивается очередь. В основном здесь люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для некоторых свежие горячие блюда – гастрономическая роскошь. На обед горячий башкирский суп с пельменями, чай и свежий хлеб. Все с пылу жару, прямо с кухни. Горячие обеды в Октябрьском районе будут раздавать в 12 часов дня по субботам. Несмотря на погоду, даже если будет дождливо, как сегодня. Вкусно, молодцы, спасибо. Очень хорошо и вкусно все было. И приятно, прям очень приятно. Кормление нуждающихся в микрорайоне авиационной организовали члены райсовета совместно с благотворительным фондом. Единовременно пообедать смогут 30-40 человек. Списки составляют работники ТОС. Акция «Помоги ближнему», кроме Октябрьского, каждую неделю проходит в Кировском районе города. Здесь люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают не только горячую пищу. Мы раздаем вещи, мы раздаем предметы личной гигиены. И мы занимаемся еще, у нас есть юридические консультации, у нас может выехать юрист-психолог на точке кормления. Мы консультируем по вопросу восстановления документов. Есть такие примеры, когда люди восстанавливали документы, когда люди восстанавливали даже права на жилье. Помогать людям надо, помогать на каждом этапе надо. Поддерживать человека, это очень важно. Понимаете, потому что человек, который попал в такую ситуацию, он теряется. Он думает, что если он бездомный, он никому не нужен. Значит, кому-то нужен. Бездомным также готовы помочь с медицинским обслуживанием и при необходимости определить в больницу или в социальную гостиницу. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.